Инфекционное отделение Центральной городской больницы. Сегодня это красная зона в Полевском. Именно здесь проходят лечения жителей города и области, у которых подтвердился COVID-19. У нас зарегистрировано 47 пациентов. Из них в Екатеринбурге, в области, в обсерваторах трое. В инфекционном отделении находится на лечении 15 человек. И амбулаторно лечатся у нас с соблюдением всех санитарных норм и правил 29 человек. Выписано всего с начала заболевания 116 человек. Всего заболевших с начала регистрации у нас 163 человека. У госпитализированных в инфекционное отделение Полевской ЦГБ с COVID-19 течение болезни оценивается как легкое. Но это не значит, что доктора, приходя на смену, скучают на рабочих местах. Стационар номер 3 переполнен. На 56 койках находится 75 человек. Дополнительные койки, естественно, развернуты. Это пневмония, это кишечная инфекция. Сегодня терапевтическое, неврологическое и кардиологическое отделения готовятся к переезду на свои прежние площади. Стационар южной части. Напомним, последние несколько месяцев для мобилизации сил все отделения Полевской ЦГБ базировались в северском медгородке. Сейчас все возвращается на круги своя. Только вот помощь будет оказываться пока только не отложная. На плановую введены ограничения. Еще одна хорошая новость для Полевского здравоохранения и пациентов города – это поставка на территорию трех современных аппаратов ИВЛ. Они уже в работе. Это, пожалуй, самое необходимое сегодня медтехника. Полевской по-прежнему входит в десятку городов по числу распространения ковид. В автобусах, я обратил внимание, вчера по-прежнему уже практически автобусы ходят без масок. Наверное, сказывается еще и душная, жаркая погода и очень некомфортно для здоровья находиться в маске в автобусе. Но на улице, можно сказать, ни одного человека в масках я практически не вижу. На завтра запланирован областной штаб при губернаторе. Каждый из собравшихся ждет новых указов и постановлений. Сегодня же пока основываются на тех, что были подписаны руководителем региона ранее. Так, в Полевском активно готовятся к открытию летнего лагеря с дневным пребыванием детей. Ориентировочно он начнет свою работу в августе. Сегодня же управление образованием занято формированием групп в детских садах. Списочный состав детский – 891 ребенок. Из их числа 47 детей сегодня находятся на больничном по разным заболеваниям. И как контактный один ребенок. 891 ребенок – это почти 19% от общей численности детей в детских садах на конец учебного года. На сегодняшнем штабе глава города озвучил и ряд печальных тем. Все они касались отдыха полевчан в эти праздничные и жаркие выходные. Автомобиль сбил девочку 6 лет. Потеряли на штанговском пруду мужчину 54-го года рождения. Пятница вовсе выдалась жаркой во всех смыслах этого слова. Прошел поезд в 14 часов дня, из трубы которого разлетались искры по зоне отчуждения. Воспламенялась трава, перекидывался травяной пожар уже на лес. В общем, задымляемость и угроза чрезвычайной ситуации была высокая. Совместно с пожарно-спасательной службой Северского трубного завода, леса авиаохраны и добровольных пожарных дружин сел удалось контролировать эту ситуацию в течение дня. Вечером подошел поезд, как он правильно Леонид Викторович назовет? Пожарный поезд. Он в составе МЧС работает или железная дорога? В общем, ночью все было локализовано и выходные уже нам эта история хлопот не доставляла. Спасибо, коллеги. Подводя итог сегодняшнего штаба, остается только добавить. Берегите себя и своих близких. Вирус не отступил. За три прошедших дня плюс 13 случаев. А еще гибель на воде, пострадавший ребенок. Полевчане, будьте внимательны. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов. Новости 11 канала.